Сначала объезд территории. Прежде чем встретиться с жителями, мэр проехал по всем четырём сёлам, входящим в Кировский сельский округ. На улицах чисто и уютно, отметил Анатолий Пахомов. Но работа по приведению к единому архитектурному облику должна быть продолжена. Ведь в такие отдалённые населённые пункты очень любят приезжать туристы за свежим горным воздухом и местным колоритом. Много в этих сёлах и памятников, как природных, так и исторических. К одному из них – воинам, сражавшимся в годы войны за мирное небо в селе Тхагапш, глава города возложил цветы. Первой темой, поднятой главой на сходе граждан, стали меры социальной поддержки пожилым. Анатолий Пахомов подчеркнул, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Сочи должно быть сделано всё, чтобы материальную помощь нуждающиеся получали без проволочек. Администрация, в свою очередь, предприняла все меры, чтобы выполнить все соцобязательства. Для оптимизации бюджета, например, пришлось сократить штат чиновников на 500 сотрудников. Анатолий Пахомов отметил, что и это не предел. Впереди сокращение штатных единиц в МУПах. Так уже скоро Сочи-Автотранс объединится с Лазаревской-Автотранс, что позволит ещё уменьшить расходы, а это порядка 70 миллионов рублей. Параллельно проводят и оптимизацию рейсов. Убыточные либо сокращают, либо ликвидируют вовсе. Коснулось это и Кировского сельского округа. В среднем он показал загрузку 22,24%. Сегодня специально приехал пораньше, рейс на 15,10. Из Хагауша шесть человек было. Ну, соответственно, мы готовы увеличить рейсы и вернуть их прежним, но только на едный туристический сезон с 1 июня. Поднимали на сходе и вопросы газификации, электроснабжения, благоустройства. Разговор длился несколько часов. Недавно назначенный глава Кировского сельского округа отчитался перед селянами и главой курорта о том, что уже удалось сделать. В феврале месяца этого года, 2016 года, выполнены следующие работы. Ремонт асфальтного покрытия автомобиля моста через реку Сизовцы. Установлены контейнерные площадки в Татьяновке. Ведутся работы по ямочному ремонту на улице Ромны. Начинается строительство моста через реку В 2016 году, отметил глава округа, на содержание уличной дорожной сети выделено более 370 тысяч рублей. На внешнее восстановление асфальтобетонного покрытия более полумиллиона. Однако мэр заострил внимание сочинцев на необходимость платить налоги. Ведь именно эти деньги и идут на развитие соцсферы сел, аулов и микрорайонов. На сегодняшний день в должниках в Кировском в сельском округе числятся 228 человек, а это треть населения всего округа. Половина не платит налоги. Давайте договоримся так. Надо эту работу там обязательно провести и налоги заплатить. А потом будем говорить о дороге, как ремонтировать, еще как что делать. Потому что мне, честно говоря, хотелось бы понять, кто возмущался, что дорогу надо сделать. А за своим подчиненным в кратчайшие сроки разобраться во всех вопросах, которые озвучивали жители. Анатолий Пахомов заверил, что еще не раз в этом году приедет в Тхагапш и лично убедится, все ли поручения выполнены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.